Суд Германии признал бывшего медбрата Нильса Хегеля виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил его ко второму пожизненному сроку. Ранее в 2015 году в суде также доказали его вину в двух убийствах, трёх попытках убийства и нанесении опасных для жизни телесных повреждений ещё одному больному. Мужчине 42 года. Он работал медбратом в двух больницах в Ольденбурге и Дельменхорсте. Преступление совершал с 2000 по 2005 годы. По его словам, коллеги постоянно ругали его за непрофессионализм. Ему стало скучно, и он решил всем доказать, что тоже что-то умеет. Хегель вводил пациентам препарат, приводящий к остановке сердца. А потом изображал из себя героя и пытался их реанимировать. Однако, на практике его действия в большинстве случаев приводили к смерти людей. Изначально суд обвинял его в убийстве 100 человек. Однако в 15 случаях вину Хегеля доказать не удалось. Этот мужчина в результате действий медбрата в 2003 году потерял своего дедушку. «Теперь должно быть расследование и суд в отношении больниц в Ольденбурге и Дельменхорсте. Надеюсь, оба дела объединят, чтобы чётко была видна связь между двумя больницами. Я пообещал своей семье, что добьюсь судебного решения не только для убийцы, но и для всех причастных». Жертвы Хегеля были возрастом от 34 до 96 лет. После вынесения приговора бывший медбрат принёс извинения родственникам убитых. Второй пожизненный приговор означает, что Хегель не сможет освободиться досрочно. То есть остаток жизни проведёт в тюрьме. Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на импорт стоимостью 300 миллиардов долларов. При этом он напомнил, что Китай и Мексика стремятся заключить торговые соглашения с Соединёнными Штатами. «Во время наших переговоров с Китаем происходит много интересных вещей. Посмотрим, что будет. Пока действуют 25-процентные пошлины на импорт стоимостью 250 миллиардов долларов. Я могу увеличить объём по меньшей мере на 300 миллиардов. Я сделаю это в подходящее время. Но, думаю, Китай очень хочет соглашения. И Мексика очень хочет соглашения». Мексиканские и американские чиновники в ближайшие дни должны возобновить переговоры в Вашингтоне. Мексика пытается не допустить введения пошлин на свои товары. Дональд Трамп планирует ввести 5-процентные пошлины на весь мексиканский импорт, если страна не остановит поток мигрантов, следующих в Соединённые Штаты. Пошлины начнут действовать 10 июня, если не будет никакого продвижения в переговорах. В течение года Трамп обещает повысить их до 25%. Недавно американский президент также сказал, что пока Мексика сделала недостаточно, хотя определённый прогресс есть. Что касается торгового конфликта с Китаем, то с 10 мая пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов возросли с 10 до 25%. В ответ на это 1 июня Пекин ввёл 10-процентные пошлины на американский импорт общей стоимостью 60 миллиардов долларов. В Ираке кризис из-за загрязнения окружающей среды. По мере того, как по всей стране продолжают скапливаться тонны мусора, над Багдадом нависают клубы густого дыма. Его вырабатывают малопродуктивные заводы. Горы мусора окружают и эти трущобы на юго-востоке столицы. А теперь кто-то ещё и принялся их регулярно поджигать. У местных жителей из-за этого болеют дети. «Из-за этого смога мы в последние 7-10 дней не могли спать, есть и вообще находиться дома. Мы обратились за помощью к властям, но никто не ответил. Обратились в муниципалитет, тоже безответно. Либо нас отсылают подальше со словами, что, может быть, нам поможет Бог». Кто именно поджигает мусор, неизвестно. Официально в Ираке нет никакой системы переработки отходов. Власти говорят, что работают над её созданием, однако это не близкая цель. Ещё один источник загрязнения окружающей среды – добыча нефти. Эта страна – второй по величине производитель сырья в ОПЕК. Нефть также служит топливом для печей на этом кирпичном заводе на востоке Багдада. По мере усугубления загрязнения растёт и число людей с хроническими заболеваниями, такими как рак. Также рождаются дети с патологиями. Эта картина со сценой войны ожила ещё больше, превратившись в объёмное тактильное изображение. Теперь незрячие и слабовидящие люди также могут в полной мере насладиться изобразительным искусством. Тактильные 3D-картины представил на выставке в Новом Орлеане американский альянс музеев. «Сейчас одна из наших главных задач – уделить внимание разнообразным потребностям, позволить людям прикоснуться к искусству и сделать его доступным». Одними из первых прикоснулись к объёмным картинам члены Национальной Федерации слепых. «Очень часто в музеях нас встречают стеклянные витрины, которые для нас ничего не значат. Мы не можем увидеть то, что видят зрячие. А такие экспонаты нам подходят». Объёмные картины создала компания 3D PhotoWorks. «Мы разработали технологию, которая преобразует любое двухмерное изображение – живопись, рисунок, калаш, фотографию, снимок со спутника в трёхмерное тактильное изображение». Незрячие гости выставки считают, что новая технология позволяет им стать полноценной частью мира, в котором они живут. Когда полька Ванда Заржицкая открывает пианино и начинает играть, кажется, будто и нет за её плечами 108 прожитых лет. Страсть к музыке у неё с самой молодости. Родилась Ванда во Львове. В 1931 году получила диплом Львовской консерватории. Помимо игры на пианино, обожала танцы. «Раньше я очень хорошо танцевала. Я всегда ходила на танцы во Львове. Танцевальные залы были прекрасны». Потом началась война и стало не до музыки. Ванда с мужем бежали в Краков. А пианино, подаренное ей мамой, она отвезла в деревню. «На пианино лил дождь. Нам было негде спрятать его, поэтому мы поставили инструмент в деревенском сарае. Из-за этого я не играла пять лет». В 1944-м пианино наконец-то перевезли в Краков. С тех пор Ванда с ним не расставалась. Бабушка пережила много трудностей и прошла немало испытаний. 18 лет назад она сломала руки. Врачи сказали, что на пианино ей больше не играть. Вопреки таким прогнозам, Ванда садится за инструмент каждый день. О пианистке-долгожительнице заговорили после того, как в январе этого года её посетил президент Польши. Ванда сыграла ему венский вальс. В свои 108 лет бабушка находится в добром здравии и не принимает лекарств. Она объясняет это своей преданностью музыке и верой в Бога. Выпускать кота Ларри на улицу – рутинная задача работников резиденции британского премьер-министра. Но это не просто кот. Ларри обладает официальным титулом главного мышелова секретариата Кабинета министров. Традиция уходит когтями ещё в XVI век ко двору Генриха VIII. Ларри привезли на Даунинг-стрит-10 в 2011 году. Его задачей было изгнать из дома расплодившихся крыс. За время службы хвостатый работник встретил ни одного премьер-министра и президента, включая Дональда Трампа. Ларри любит прогуляться за пределами знаменитого офиса. Но ему определённо не нравится, если его оставляют мокнуть под дождём. На правительственном веб-сайте даже указано, какие обязанности возложены на кота. Проверять старинную мебель на предмет лежабельности и решать проблему с грызунами. Впрочем, ходят слухи, что бывший дворовый кот относится к своей задаче по ловле мышей довольно расслабленно. Он уже успел стать свидетелем некоторых знаковых событий в политической жизни Великобритании. Например, видел, как покидает резиденцию бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон и его семья. Видел он и попытки Терезы Мэй обеспечить упорядоченный Brexit. Также Ларри следил за приходами и уходами многочисленных министров кабинета, нынешних и прошлых. И, как выяснилось, нрав у питомца совсем не воинственный. Он никак не отреагировал, когда в 2017 году на его крыльцо пришёл кот Палмерстон из Министерства иностранных дел. Прошлым главным мышеловым на Даунинг-стрит-10 был кот Хамфри, который ушёл на пенсию в 1997 году. Кстати, расходы по кормлению питомца ложатся не на британских налогоплательщиков, а исключительно на работников офиса премьера. Субтитры создавал DimaTorzok